уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педро мрауфи из клуба трейдеров картель и у нас сегодня еженедельный обзор рынков обзор рынка в так скажем американских начнем с американского рынка и продолжим спорах с парами энергетический рынок защитных активов затронем также в конце разберем криптовалюту и технический обзор по криптоактивам тоже приведем начнем наверное пожалуй с новости скорее всего с релиза экономического календаря которого вы ожидали сегодня в этой неделе получили ее вчера и парадоксальный ее так скажем парадоксальный эффект на рынках тоже разберем что дальше ожидать по прогнозам тоже пройдемся кстати посмотрим что у нас в общем ожидает в течение этой недели в следующей неделе какие там движения происходятся релиз по поводу отчета федеральной резервной системы сша по поводу повышения процента ставки которого все ожидали повышение на 2 и до 2 и пятидесяти процентов у нас 0,75 процента то есть ожидали естественно как бы это случилось опять же некоторая некоторая аналитика говорит о том что рынки немножко неправильно поняли ситуацию почему потому что доллар этим в это время падал и какой не целом фондовый рынок рос тоже золото в том числе кроме нефти конечно золото и в целом защитные активы росли чем связан этот так скажем парадокс я думаю скорее всего с тем что на самом деле для отца которым говорится воспринимается рынком наверное как что-то очень сильно страшно и я так понимаю что ну как и павлович естественно в блумберге пишет говорит о том что ну как бы на этом этапе мы не закончим ужесточение монетарной политики дальше будем повышать процентную ставку так как пишется об этом в блин соответственно тут мы можем говорить об одном что скорее всего мы еще не в развороте мы еще не перешли к разворотам но уже переходим к фазе консолидации фаза консолидации который будет перед разворотом возможно в случае конечно будет этот разворот он сильно зависит от вот многих успехов и в целом такое время когда приближается зима у нас энергетический кризис да и еще кризис пищевой я думаю что это не не самое лучшее время для того чтобы ориентироваться на самых лучших новостей а ну фондовый рынок сша имеет свойство неожиданно так скажем делать сюрприз определенный связано с какими-то там отчетностями компании какими-то там сильного прилива денег в какую-либо сферу какой-либо сектор и здесь многие вещи могут целом неожиданно поменять ход событий в дальнейшем поэтому ориентироваться прямо на конкретные обвалы и спад мы как бы на это не ориентировались никогда и об этом говорили неоднократно что на это ориентироваться немножко тупо немножко неумно и соответственно касательно фондового рынка касательно этом смп 500 должен вам со основных так скажем индекса фондового рынка сша как и вы видите по факту мы находимся в консолидационной зоне уже около ну месяца два как минимуму консолидация находимся более или менее за последний месяц мы укреплялись конец период прошлого месяца опять же это все прогнозы о котором мы предупреждали то есть по поводу вот медленного укрепления якобы сейчас ситуация немножко по ходу подходит к концу но опять же имейте ввиду что продолжение вот этого сценария восходящего по смп и не исходящего по доллару немножко в каждой сроке может нас преследовать как цена начнем с смп и с четырех часового таймфрейма среднесрочного таймфрейма более менее достаточно хорошо видно что копировки уже тестируют зеркальную отметку ну и четыре тысячи долларов которые психологически уже пробиваем в очередной раз пробиваем инклюзивно пробиваем поэтому ориентироваться на сильный рост тут немножко нелогично с технической точки зрения и об этом предупреждают многие аналитические компании тоже потому что дайте рынкам отдохнуть еще наверное скорее всего S&P и DOS и Nasdaq в целом в США может немножко перейти в фазу складов и консолидации вот в рамках вот этой консолидации которую мы видим то есть это 3600 по 4000 или приблизительно 3600 по 3800 приблизительно это все возможно то есть заход в этот диапазон в будущем ну а пока последние уже последние да скажем последние восходящие всплески индустриальный индекс Dow Jones и точно такая же ситуация импульсивная пробой локального сопротивления на 32000 не думая что выше мы поднимемся либо же будем укрепляться вообще как бы в течение недели но импульсивное восходящее движение это очень даже хорошо но опять же воспользоваться ли мы им сможем для торговли или нет это как сигнал разворота и перехода в пазу консолидации очень хороший сигнал ну а воспользоваться им подниматься на нем это немножко затруднительно потому что импульсивное спекулятивное движение с ними нужно быть осторожным у нас так и точно такая же точно такой же импульсивное протестирование локального максимума так скажем 12500-13000 да и тут есть тоже рядность продолжения вот этого спекулятивного движения но в итоге мы столкнемся с разворотом и возвращаем копировок в фазу консолидации переходим к индексу доллара США и начнем Forex пары разбирать все перед этим естественно мы возьмем календарь сегодня-завтра в четверг-пятницу выступление председателя ФРС Елен Жангелина по поводу биткоина можно что-то высказать по поводу бюджетов можно сказать по поводу казахистов можно что-то высказать это тоже важно можно слушать в то же время ожидаются две релизы один негативный а второй позитивный то есть НРЗП США позитивный а первичные заявки на получение посевших из работницы тут увеличение уже кстати начинается да то есть то о чем мы говорили что с рынком труда с рынком в целом труда трудности появятся из этих трудностей ФРС может начать отмазаться тем что вот есть трудности на рынке труда мы не будем уже встречать на этом тоже пойдите куда дальше хотя и надо с точки зрения научной надо увеличивать уже встречаетесь но они могут этим опазаться позитивные а те негативные поэтому здесь нужно посмотреть как фактически данные выйдут сейчас мы к индексу доллара вернемся а в пятницу пусто 10 утра количество безработных в Германии сильное снижение очень сильное снижение и ВВП Германии тоже очень сильное достаточно снижение в два раза индекс потребительских цен Европы не меняется показатели Европы начинают ухудшаться со дня в день это факт базовый индекс расходов различное потребление в США позитивно то есть скорее всего в пятницу в пятницу у нас доллар будет расти а евро падать ВВП Канады рассматривать будем его параллельно с нефтью нефть пока так так скажем консордируется очень сильно сужается у него волатильность и все так индекс доллара 400 таймфрейм видно импульсивный разворот от локального сопротивления возле которого мы сужались на часовом таймфрейме больше лучше видно вот этой ситуации то есть мы резко сразу же от локального сопротивления импульсивно упали тут говорится о том что в случае если снижение продлится то на этом снижении вы зарабатывать вряд ли сможете потому что потенциал исходящего движения уже на выходе и тут происходит как раз некая конвергенция очень короткосрочная если замечаете то есть между минимумами и минимумами так скажем дня сессии сессионные минимумы и линия оссиллятора RSI что является по факту сигналам разворота но в данном случае это просто при торможении спада я думаю что нисходящее движение доллара это такая вещь что может либо не то что продолжаться а продолжаться с сужением волатинства то есть по факту не продолжаться а создавать как-нибудь там нисходящие каналы или клины затем просто развернуться опять еще выше поэтому по поводу доллара пока еще естественно мы видим что котировки уже развернулись то есть вот того роли уже нету но это еще не тот разворот то есть у доллара пока еще будет движение смотреть вверх то есть особенно сейчас особенно в такие моменты когда мы находимся в таких на пороге то есть там будет локальная поддержка красиво и пульсивно мы его тестируем прям падая от локального сопротивления боковика рассчитывать на дальнейшее снижение очень-очень-очень глупо с технической точки зрения евро естественно исходя из сегодняшнего завтрашнего релиза должна готовиться к падению так 1 0 25 1 0 30 хорошая отметка в которых евро может упасть то есть здесь мы все-таки оставляем да то есть лишь для так скажем спекулятивного движения спекулятивного всплеска затем котировки скорее всего будут продлевать падение с фунтом ситуация должна быть приблизительно также на 4 часовом тайм прямо здесь мы видим некого зеркального уровня 1.22 приблизительно она тестируется и я думаю что выше этой отметки мы не поднимем я думаю что мы этот метод удавали в прошлое программа и этот метод должна была протестироваться импульсивно то есть мы его давали как потенциал спекулятивного ретеста и исходя из того что мы сужались при подъеме то есть тут было некое сформирование некого разворотного фигура клин восходящий и импульсивный ретест локального его сопоставления в целом перед тем как развернуться нужно сделать некий неглубая ретест да это спекулятивное движение в сторону тренда которая должна продолжаться потому что очень умеренно и очень с сужением с трудом пробиваются к зеркальной отметке 1.22 здесь 1.22 это диапазон зеркальный над которым нужно укрепляться а нельзя ее так импульсивно протестировать то есть вот этот процесс импульсивный вот этого диапазона зеркального 1.22 это уже признано того что в среднем сроке рассчитывать на сильное продолжение вот этого роста не стоит австралиец лучше показывает на невозможное движение вверх тут даже дивергенция уже формируется импульсивная ретест локального сопротивления уже было мне кажется что ставить наверх очень трудно 0.70 психологическая отметка мы под ней по факту уже теряем амплитуду поэтому скорее всего тут разворот еще четче будет выражаться новозеландец к доллару те пары которые не разбирайте форекс пары которые не разбираю возможно не биткоин так скажем эти криптоактивы которые не разбираю они обязательно разбираются на каналах ваших в виде технического анализа вы можете посмотреть если что для того чтобы не повторяться вот 0.63 подходы с очень долгосрочным сужение обладательности ну последние половины да последний импульсивный подъем к этому сопротивлению уже все объясняет то есть дальше на рост рассчитывать очень очень не стоит 0.63 выше ну просто дороги нет мы скорее всего будем развернуться импульсивно может цена здесь немножко погадить так дальше переходим к рынку энергетики к энергетическому сектору начнем с нефти в истории с нефтью наверно вы все знаете нефтью пытаются заменять газ в основном а газ пытаются поддалять насколько это хорошо получится у западных стран мы еще не знаем но туда не идем но нефть застрял под 100 долларов а газ растет на самом деле поэтому вот вам еще один поводок со спросом газа наверное еще больше борется но спрос нефтью за растет по факту но цена не двигается не дергается выше 100 мы еще не поднимись технически мы об этом говорили что из-за вот такой консолидации которая цена устроила возле 100 долларов и снижение амплитуды сразу после его пробоя вероятно что цена над ней укрепиться в ближайшее время нет то есть это ситуация которую мы видели просто их не идет за прошлой неделе у нас и прогнозы были о том что цена на гряде поднимется на 15 долларов и это ситуация которую мы видим походку сейчас то есть недавний подход недавний импульсивный подход к 100 долларам только еще один сигнал того что по факту это все на это уйдет еще время пока нефть укрепится и затем 2 доллара сейчас время для разворота вверх поэтому нефть здесь ничего не делает кроме спекуляции если поднимется то это спекулятивно поднимется импульсивно затем будет консолидироваться дальше приблизительно такого же движения устроить приблизительно это тоже нехорошо то есть сразу после пробоя в важной отметке активно начинается цена активно начинает сужаться баллительно сужается это не хороший сигнал сигнал того что по факту цена дальше противодвигаться не может натуральный газ движение вверх продолжается ну как и говорили то есть тут особо рассчитывать на сильно глубокие коррекции не стоит мы даже в середину фиба начат протестировали очень быстро пошли дальше ну и как говорили 9 но 950 мы не давали но 9 давали по моему 859 давали в прошлого раза очень сильно импульсивный ретес отехать нет как говорит дом что ну на время возможно мы можем перейти к фазу консолидации но в рамке этой фазы это 8 долларов и 950 долларов то есть повыше 950 если сильно импульсивно и будем двигаться то это все успеется возможно 10 и 1050 будем протестировать но оттуда мы можем очень быстро распуститься поэтому лучше всего чтобы котировки вошли в какой-нибудь хотя бы канал и внутри этого канала умеренно поднимались над локальными поддержками там 8-750 и так далее а закрепляться ниже 8-750 и с устойчивой амплитудой то есть если не будет снижения при том что мы упадем он не будет хорошим сигналом дома что этого мы пока еще не видим это пока еще рано для этого и несмотря на сильного импульсивного локального сопротивления которое недавно случилось вот здесь мы можем даже подниматься вверх скорее всего поднимется вверх даже и это может произойти большими большими скорее всего очень длинными свечами очень импульсивными движениями которые очень сильно пугать и настраивать вас на разворот хотя обращайте внимание приблизительно в такую же такие же движения могут еще раз повторяться это достаточно панические движения но они могут повторяться особенно когда мы приближаемся к вершине и это вершине на самом деле что не вершина а вершина что выше спокойно может поднимать сюда 11 за 12 долларов газ при том что это карточка 40 я думаю что это долгая 40 естественно средняя цена газа должна быть ближе к зиме уже еще день 30-35-40 так доллар канадец доллар канадец сильное сужение волатильности возле локальной поддержки о чем нам говорить уже давно цены на этой поддержке естественно ну как бы не растет чтобы опускать эту цену этой пары ниже и доллар тоже как бы не растет чтобы хотя бы развернулись здесь и тут конечно мы больше можем ставить на продолжение роста вот этой пары чем снижение в ближайшее время потому что вот нефть даже если сделают свои движения то это будет спокулятивно а вот у доллара есть ход он конкретно технически у него есть ход и она должна подниматься соответственно мы тут для того чтобы на всякий случай просто уже как бы подальше от ошибок берем отметку 1.28 если будет закрепление поднимать то это падение если будет укрепляться на дне то мы будем укрепляться даже и расти имейте в виду что исходя из того что мы импульсивно протестировали уже этот минимум 1.28 скорее всего даже и будем расти в среднем сроке но если амплитуда будет сильно снижена как здесь то нас будут пугать вот этими движениями очередными спадами опять к этой же от нефти но пока еще к сожалению нефти нет повода для сильного роста увеличивают очень сильно поставки нефти экспортеры потому что заменяют якобы многих то есть спрос многих стран пытаются подавлять нефть это политика запада и поэтому спрос то есть ну предложение увеличивается очень сильно у американских и поэтому но у нефти на самом деле шансов не так много для сильно такого роя и у газа есть естественно у них нет поэтому здесь лучше все таки ставить на рост особенно сейчас сегодня мне кажется тут дождаться очередных каких нибудь там спекуляций можно 1.27.50 свободно можем падать но это будет спекуляция то есть должны дождаться уже укрепления и роста продолжение роста 1.300 1.31 могут еще раз повторяться то есть спокойно в течении следующей недели мы можем увидеть эти отметки спокойно ну а так спекулятивно 1.27.50 спокойно копировки могут нас сбить с толку то есть в рынок может сбить с толку покупатели с корпоративным движением к 1.27.50 почему бы нет доллар мексика нет 20-20 и ниже на блядь лет просто 20-20 скорее всего протестируем и дальше будем консолидироваться скорее всего не расти а консолидироваться и переходим к защитным активам начнем с золота серебро плаченем палладиум разберем как вы видите вот движение золота вверх ровно до локального сопротивления или же до верхушки боковика один стоит 1720-1740 боковик 1720-1740 верхушку этого боковика тестируем на сервисом программе импульсивным образом сколько можно ставить на дальнейшее движение вверх ненасколько а как скорее произойдут спекуляции быков на защитных активов то это лучше потому что затем сразу же перейдем к фазе консолидации и продолжение исходящего движения в целом консолидации специальных золота то есть консолидация между 1720-1740 дальше серебро приблизительно такая же ситуация должна быть 20 долларов не добрались но можем добраться тоже 20 долларов 19.50 20 это конец без же вот этого роста я думаю что мы можем даже не достичь этих объектов поэтому если задумывались о выходе думаю что время выхода уже наступает и лучше не жадничать скорее всего дальше просто перейдем к фазе консолидации там где продать тоже сразу невозможно будет то есть защитных активов несмотря на то что доллар может расти раз продать навряд ли можно будет так свободно как мы их купили недавно фактор страха на рынках все еще существует и золото защитные активы несмотря на то что они трассируют очень сильно есть своя сила и ее видно ее видно очень хорошо она видна ее видно и самая фигура которая формируется на дне серебра и золота говорит о том что сопротивление быков достаточно сильное так платье половину 2000 протестировали этот инструмент суперсивный потому что он санкционный 2100 2200 я думаю у меня идея та же самая как и с прошлого раза то есть мы говорили по поводу стукулятивного ритеса 2100 2200 я думаю что это произойдет для этого актива а вот по платине 900 долларов протестирует и скорее всего развернется вниз тут умеренная дивергенция его почти не видно я думаю что у нас есть шанс продолжение роста но 900 долларов это максимум мне кажется там сужение волатильность не настолько сильное что это все же салон то опять же салон не сильно видно что там происходит вообще 15 минут включим ну приблизительно такая ситуация то есть тут как вы видите дивергенция уже идет на 15 минут это имеется ввиду разворот разберем пары защитная доллар франк доллар иена начнем с франка и видим падение которое меньше чем у иена потому что франк сильнее как и предупреждали и говорили 096 095 50 это отметки куда мы можем еще свалиться но если преждевеременное укрепление тут произойдет то тоже верить нельзя преждевеременное укрепление резкое тут вообще не вариант а как раз будет говорить о том что скорее всего мы будем наблюдать за вот таким вот движением с продолжением такой консолидации которая ничего не выдаст в среднем сроке просто надо 15 минутку включить изнутри дня что-то с ним делать поэтому здесь тоже мы по факту переходим к фазе уже скорее всего консолидации доллар японсу может нам дать хоть что-то определенное потому что доллар японсу у нее есть вход настоящий прям такой вход 136-134 это поддержки для доллар иена но имейте ввиду что 140-134 исходя из недавнего сильного снижения это нереалистичная цель мы уже отбиваем сейчас 145 думаю что дальше и будем подниматься и этот подъем будет произойти в первоначальном этапе скорее всего вот как то так как и здесь но затем мы прорвемся и пойдем выше 136-137 и снова к 138 и переходим нашим любимчикам Bitcoin и Ethereum имейте ввиду другие активы у нас разбираются тоже и вот этот рост который мы видим да то есть одновременно с рост там по факту фондового рынка США кто бы мог думать но корреляция до сих пор до сих пор присутствует 23 тысячи долларов уже протестировались ставлю я на 25 как обычно это отметка который я даю сразу за 23 в данный момент никак я думаю что это очень реалистично если посмотреть на 4-часовой таймпрейм вы увидите уже диверегенцию здесь поэтому ставить на 25 это очень очень срискованно дождаться некого закрепления там в районе там 25 БО сначала хотя бы потом а так уже сигналы как бы даже инвестинг дает сигналы как бы свечного анализа нисходящих сигналы медвежь эфириум какая уже ситуация должна быть ну и тут вообще с локальным аксом уже показывает на то что потенциал исчерпан зеркальная отметка очень хорошая кстати это 1800 на самом деле ну вот считаем 1600-1800 диапазон да в этом диапазоне даже если застрянем даже если в этом диапазоне укрепимся поверьте тут будет скорее всего укрепление сниз с сужением волатильности что является очень плохим сигналом если даже такое произойдет восходящие клины восходящие каналы которые будут видно на часовом тайме примерно на 15 минуте это все сигналы разворот и особенно в этом диапазоне они могут говорить о том что цена будут развернуться готовиться к развороту друзья спасибо что посмотрели этот эфир надеюсь что вам понравилось в случае если что пишите комментируйте не забывайте подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать наши онлайн эфиры у нас есть онлайн эфиры с участием разных трейдеров и также аналитиков разные прогнозы разные программы и очень интересно для того чтобы их не пропускать нужно нажимать на колокольчик чтобы знать когда эфир выходит поэтому не забывайте обязательно сделать это и до следующей встречи всем хорошей торговли берегите себя пока пока а 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